Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео о авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, или еще какая-то информация о компании, все это можно найти, воспользовавшись ссылками, которые будут в описании под видео. Герой нашего сегодняшнего сюжета – это японская праворульная малолетражка для внутреннего рынка. Машина простая, непритязательная, но при этом надежная и, что немаловажно, доступная в плане цены. Причем и даже если речь идет о беспробеговых экземплярах. Ранее в обзорах мы уже говорили про более современную версию этой модели. Но сегодня обратимся к пока еще не классике, но тем не менее более возрастному варианту. Встречайте, Toyota Vitz в кузове XP90. XP90 – это второе поколение моделей Vitz. Машина встала на конвейер в 2005 году и выпускалась всего 5 лет, по 2010. В 2007 прошел рестайлинг. Автомобиль слегка обновили в косметическом плане. Что касается выбора агрегатов, на родной японский рынок эта машина поставлялась в двух, если можно так выразиться, гражданских версиях. Это 1 литр на 71 лошадиную силу с вариатором передним приводом, либо 1,3 литра на 87 лошадей. Такие автомобили могли быть и полноприводными тоже. Причем на 4WD использовался классический четырехступенчатый автомат. Были и более заряженные версии с полуторалитровыми моторами на 110, 119 и даже на 150 лошадей в турбо-версии для RS. И такие полторашки могли сочетаться в том числе и с механической трансмиссией. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль без пробега по России. Это последний 2010 год выпуска. Здесь литровый двигатель на 71 лошадь, вариатор и, конечно, передний привод. Родной пробег этой машины по Японии 74 тысячи километров. Toyota Vits это компактный хэтчбэк, соответственно, длина кузова здесь 3 метра 78 сантиметров, если говорить про конкретную машину. А вообще она варьируется от 3,75 до 3,80 ровно. Ширина неизменна для любой версии 1,69 метра, а высота либо 1,52 метра, либо 1,54 метра для полноприводных машин. Колесная база 2,46. Радиус разворота очень маленький, всего 4,4 метра. А снаряженная масса в зависимости от версии 980-1110 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то кузов Vits'ов этой генерации будет окрашен достаточно тонким слоем, но вполне типичным для машины для внутреннего японского рынка. Разброс показаний толщиномера здесь это 80-85-100-110 микрон. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем по традиции с багажника. Vits' это пусть и недорогой и компактный, но при этом вполне себе вариант для семьи, по крайней мере для небольшой. Доступ в багажник нам открывает достаточно легкая по ощущениям крышка, а ширина проема в его средней части здесь это метр ровно. Визуально багажник глубокий. Высота от фальшпола до крыши здесь это 90 сантиметров. К тому же он одинаковый по ширине на всю свою протяженность. 99 сантиметров. Ну а полезная длина по полу это что-то около 55 сантиметров до спинки сидения. Для перевозки крупногабаритного груза вы можете сложить сидение. В данном случае вся спинка складывается за раз полностью. Ровного пола здесь вы не получаете, но погрузить сверху можно нечто длиной до метра 25. Ну а если нужно увести какой-то узкий и длинный груз, например, плентуса или что-то подобное, то протолкнув его между креслами до передней панели вы получите где-то метр девяносто, метр девяносто пять. Что касается дополнительных фишек по багажнику этого Vits'а, здесь говорить решительно не о чем. Нет ни плафонов освещения, ни дополнительных кармашков. Под фальшполом у нас скрывается запасное колесо и на этом, собственно говоря, все. Что касается салона Vits'а второго поколения, несмотря на то, что машину сняли с производства в 2010 году, то есть 14 лет назад, салон не выглядит устаревшим. Кому-то он может показаться даже наоборот, излишне авангардным. Пластик здесь, естественно, практически везде жесткий, но это отчасти компенсируется тканевой отделкой дверных карт. И в целом довольно неплохими материалами отделки сидений. Весьма надо отметить износостойкими. Кстати, сами сидения в данном случае, на удивление, имеют ярко выраженный профиль с боковой поддержкой. В основном, конечно, это касается спинки кресла, но и на подушке тоже кое-что из этого есть. Рулевое колесо пластиковое, но, что удивительно, не скользкое. Подрулевые переключатели здесь как будто от другого автомобиля, хотя это, конечно, не так имеется в виду их стилистическое отличие от всего остального интерьера, но переключаются они без противных пластиковых щелчков и находятся в зоне досягаемости пальцев. Поэтому, в принципе, больше придраться здесь не к чему. Что касается разного рода клавиш, Vits' ими далеко не перегружен. Стандартная панель управления стеклоподъемником справа, зеркала, корректор фар справа от волевого колеса и самый обычный отопитель плюс кондиционер. Все управляется удобными поворотными крутилками, отвлекаться от дороги не надо. Все это дело сугубо механическое. Селектор коробки передач, самый обычный, без курка блокировки. Прорезь типа змейка, пользоваться удобно, ошибиться достаточно проблематично. Предусмотрена клавиша Shift-Lock, разблокировка селектора при выключенном зажигании. Например, для того, чтобы оттолкать или отбуксировать куда-то автомобиль. Стояночный тормоз самый обычный, механический. Что касается приборной панели, находящейся посредине, то, по большому счету, мы видим здесь только два прибора. Это огромный спидометр с оцифровкой, который будет видно из соседнего автомобиля. И указатель уровня топлива на электронном монохромном дисплее. Указателя температуры здесь нет. Он представлен в виде лампочки, которая указывает на еще не прогретый, либо уже перегретый двигатель. В зависимости от ситуации, тахометр не предусмотрен. Несмотря на центральное расположение приборки, пользоваться ей удобно. Считывается она моментально. Что касается пространства внутри, при моем росте 1,86 м, я в целом сижу вполне себе удобно. Место над головой до потолка еще присутствует. Опора под локти здесь есть с правой стороны в виде жесткого подлокотника. Ну, а слева, увы, ничего. При этом в данный момент диапазон регулировки сидения выбран далеко не полностью. Можно отодвинуться еще дальше. И при этом выпрямить левую ногу в колене полностью. Хотя ступня в этот момент будет полностью опираться на моторный щит. Даже в нашей комплектации присутствует регулировка сидения по высоте. Это плюс в плане удобства подстройки для людей различной комплекции. Ну, а рулевое колесо имеет регулировку только по наклону. Причем в весьма ограниченном диапазоне. Что касается бардачков и подстаканников, то в этом плане вид с второй генерации очень даже интересная машина. Два подстаканника здесь у нас открываются по бокам передней панели. Бардачок есть не только слева, но и у водителя тоже. Прямо за рулевым колесом. Плюс два этажа перчаточного ящика. Не сказать, что здесь какой-то огромный объем, но сложить мелочевки можно прилично. Также есть небольшие треугольные кармашки полочки, куда можно разбросать что-то очень мелкое. И полка покрупнее, куда поместится уже, например, смартфон перед селектором коробки передач. В плане обзорности все очень даже неплохо. Здесь низкая линия остеклений, довольно крупные зеркала. Для машины такого класса вопросов по их практичности не возникает. Видно в них достаточно. Лобовое стекло в данном случае у нас находится далеко от водителя. Передняя панель очень длинная и при этом низкая. Капота вы не видите ни при какой регулировке сидения. К переднему габариту придется привыкнуть. Благо нос у автомобиля не длинный. Ну а с парковкой назад при отсутствии камеры помогут, собственно, небольшие габариты автомобиля. И тот факт, что заканчивается он сразу за задним стеклом. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на втором ряду. Заднее сидение у этой машины представляет собой цельный диван. Причем это именно диван по ощущениям сидения. Очень и очень мягкая. И, кстати, подушка заднего дивана здесь находится гораздо выше, чем подушки передних сидений. Опора под локти присутствует только со стороны двери. Это жесткий подлокотник на дверной карте. Причем он достаточно узкий сам по себе. Зато есть место под передним сидением, куда можно девать ступни. Спинка переднего сидения сама по себе мягкая. И даже если ваши колени с ней будут контактировать, это не причинит вам никаких болевых ощущений. Кстати, тоннеля на полу здесь нет. Поэтому троим пассажирам разместиться можно будет при желании без каких-либо вопросов. Кстати, для задних пассажиров в центральном тоннеле, в его задней части, предусмотрен подстаканник. При моем росте 1,86 м, садясь сам за собой, я контактирую коленями со спинкой сидения, но не упираюсь в нее. В принципе, от короткой базы можно было ожидать худшего. Еще один интересный момент. Спинка сидения у этого автомобиля имеет несколько положений регулировки в плане наклона. И даже в максимально вертикальном еще остается, пусть и минимальный, но все же зазор от головы до потолка. Ну а если его наклонить максимально назад, то сесть на заднем сидении вица можно более или менее вольготно. И даже поехать на нем куда-то на большое расстояние. Есть достаточно большое количество куда более взрослых автомобилей, где на заднем сидении находиться менее комфортно, чем здесь. Пусть никаких дополнительных удобств плюшек задним пассажирам и не полагается. Что касается силовых установок второго вица, то базовым мотором здесь был один КРФЕ. Это рядная алюминиевая тройка. Здесь у нас цепной привод газораспределительного механизма. Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет. Присутствует фазовращатель на впуске и самый обычный распределенный впрыск топлива. Двигатель этот на самом деле простой и крайне-крайне распространенный. Он устанавливался на огромное количество автомобилей не только марки Toyota. Этот же мотор можно обнаружить под капотом сверхкомпактных Peugeot и Citroën, для которых он, кстати, производился вообще в Европе. Этот мотор выдает 71 лошадиную силу и к плюсам этого агрегата можно отнести, помимо простой конструкции, еще и малый объем заливаемого сюда масла 3,1 литра вязкость 5W20. Так что масляный сервис вас не напряжет. Кроме того, мотор достаточно экономичный и, как ни странно, довольно резво отзывается на педаль газа. Из недостатков 1К РФЕ это практически всеми отмечаемая шумная работа данного агрегата. Также не отличается сверхресурсом и однорядная роликовая цепь. Хотя здесь раз на раз не приходится, и у некоторых владельцев цепь выхаживала и более 200 тысяч километров. Сам ресурс этого двигателя также заявлен производителем в районе 200 тысяч, но, как показывает практика, есть машины с 1К РФЕ, которые уже разменяли 300 тысячный рубеж. Самое главное – не экономить на масле и менять его почаще, хотя бы раз в 7 тысяч километров. Со следующим мотором объемом 1,3 гораздо интереснее. Здесь было два варианта двигателей, и это моторы разные. 1,3 литра – одинаковый объем, 87 сил, одинаковая мощность. Но двигатель для полноприводной машины носил маркировку 2NZ-FE, а для переднеприводной – 2SZ-FE. NZ сочетался с автоматом на 4 передачи, а SZ – с вариаторной КПП. На данную генерацию ВИЦА 2NZ-FE попал уже в своей модернизированной версии. После 2004 года на этом моторе появилась электронная дроссельная заслонка и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Кстати, это уже рядные четверки с цепным же приводом газораспределительного механизма. Впрыск топлива по-прежнему здесь самый обычный. Объем заливаемого масла чуть побольше, чем на трех цилиндрах, порядка 3,7 литра. Ну а интервал замены можно рекомендовать все тот же – 7-8 тысяч, не более. Что касается характерных проблем для 2NZ-FE, многие владельцы после 150 тысяч километров отмечали появление расхода масла на угар. Также не слишком долговечную цепь привода газораспределительного механизма и склонность этого двигателя течь маслом. Наиболее распространенное место протечки – это задний сальник коленчатого вала. В целом же при нормальной эксплуатации мотор надежный, более 250 тысяч километров выхаживает. То же самое касается и мотора 2SZ-FE для переднеприводных витцов. 2SZ-FE довольно старый мотор, он выпускался с 99-го года. Блок цилиндров у такого мотора чугунный, у него тоже обычный впрыск топлива. Цепь ГРМ, правда, пластинчатая. И отсутствующие гидрокомпенсаторы. Объем заливаемого масла для 2SZ-FE 3,4 литра. Вязкость 5W30 и 92-й бензин по паспорту. По данным двигателям, в целом источником проблем может служить к большому пробегу разве что гидронатяжитель цепи ГРМ. Ну и сама цепь. А также были нарекания по впускному тракту. Периодически приходится бороться с подсосом воздуха. Полуторалитровые версии мотора NZ-серии 1NZ-FE на этих автомобилях встречаются гораздо реже. И таких витцов в продаже очень и очень мало. Особенно это касается турбированной версии 1NZ, которая выдает 150 лошадиных сил и устанавливается на топовую спортивную версию RS. В целом же, выбор агрегатов для данной модели можно признать удачным. При нормальном уходе все эти моторы крепкие. Ну а в случае чего, на вторичке в контрактном виде до сих пор стоит относительно вменяемых денег. Ну а перед тем, как посмотреть на второй вид снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Его каталожное значение для обычных гражданских версий 145 мм. Спортивные версии RS ниже 130 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела на самом деле. Низшая точка в передней части автомобиля – это часть пластиковой грязезащиты под передним бампером. Расстояние от асфальта до нее – порядка 15 см. Если же ее демонтировать и при этом убрать брызговики, то край бампера оказывается на расстоянии порядка 19 см от поверхности асфальта. До порога за передним колесом – 16 см. Задняя часть выше на сантиметр – 17 см. И задний бампер находится на расстоянии 27 см от поверхности земли. Что с учетом коротких свесов вица делает из него весьма неплохой автомобиль с точки зрения геометрической проходимости. Плюс короткая база. В плане подвески и ее конструкции ВИЦ – это далеко не замороченный автомобиль. Здесь все просто и традиционно для компактных машинок. Передняя подвеска типа Макферсон шаровые опоры в рычагах запрессованы. По задумке конструкторов менять нужно в сборе с рычагом. Ну, либо придется его все же демонтировать. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике сверху. Доступ к его креплениям весьма затруднен. Рулевая рейка у ВИЦа второй генерации уже электрическая. Это плюс никаких протечек и прочих связанных с магистралями и шлангами проблем. В плане антикоррозийной защиты на автомобиле для внутреннего японского рынка, как правило, все обстоит не очень здорово. И, в принципе, ВИЦ отчасти это подтверждает. Герметик здесь нанесен в основном только на соединительных швах кузова. И то не на всех, если говорить про центральную часть автомобиля. Но вот ближе к порогам мы видим уже дополнительный слой заводского антикора. Причем пороги им на самом деле обработаны, как и часть днища. И его здесь гораздо больше, чем можно видеть на современных праворульных японцах. В задней части автомобиля топливный бак. Он здесь пластиковый и его объем 42 литра. Горловина здесь металлическая по большей части. Поэтому, когда вы смотрите возрастную машину, обязательно обратите внимание на отсутствие запаха бензина по низу. И посмотрите, чтобы горловина не была прогнившей. Задняя подвеска самая простая. Это балка. Два соленблока. Втулки амортизаторов больше. Выходить из строя здесь по большому счету нечему. Пружина и амортизатор стоят рядом, но все же отдельно друг от друга. Задние тормоза у машины барабанные. А по части антикоррозийной защиты ее можно наблюдать только, собственно, в районе бака. Вернее, над ним. А вот в задней части, там, где располагается тазик ниши запасного колеса или усилитель бампера, никакого дополнительного антикора уже, увы, нет. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Toyota Vitz в кузове XP90. Машина без пробега по России, по Японии этот хэтчбэк прошел 74 тысячи километров. Здесь литровый двигатель на 71 лошадиную силу, передний привод и вариаторная коробка передач. Если у вас был или есть подобный Vitz, на котором вы накатали, не одну сотню тысяч километров вам есть, в чем нас поправить и в чем дополнить, пишите все это в комментарии. Людям, которые ищут похожую машину, ваш комментарий поможет сделать верный выбор. Ну, а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, всю интересующую дополнительную информацию уточняйте по телефону, который будет в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор вам понравился и оказался полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!